Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива нулевого и первого уровня NAS-хранилища PlexStore XStore. Как известно, двухдисковые устройства хранения поддерживают только первый и нулевой уровень RAID, так как для других уровней не хватает количества дисков. Как и все устройства хранения NAS-хранилища не застрахованы от случаев поломки или выхода из строя отдельных компонентов. В результате у вас останутся рабочие диски, на которых лежат данные, но доступ к них будет невозможным. Для того, чтобы достать из диска информацию, вам понадобится специальная программа, которая заново соберет из диска в RAID и позволит вернуть из них все оставшиеся файлы. Зачем нужна такая программа? Дело в том, что в нас в хранилище используется своя операционная система, которая определенным образом собирает RAID и записывает на диски данные. При подключении этих дисков к другому устройству или ПК они не смогут восстановить его состояние. К примеру, при подключении накопителей к компьютеру с операционной системой Windows, для доступа к дискам операционная система предложит их инициализировать в управление дисками, что в свою очередь затрет оставшуюся на них информацию, и вы не только не получите доступ к файлам, а и вовсе их потеряете. Операционная система Linux тоже не смогла определить основной раздел, где лежат файлы, хотя он имеет файл у системы XFS, которую поддерживает данная операционная система. Монтирование данного раздела недоступно. Помните, если инициализировать диски Windows или изменить раздел в Linux, это может затереть всю информацию, что затруднит дальнейшее восстановление. Ни в коем случае не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции с накопителями, если вы не уверены в своих действиях, иначе вы можете окончательно потерять данные. Для общего понимания, как устроена технология RAID, давайте рассмотрим какие уровни поддерживает данное устройство и как собрать дисковый массив из подключенных накопителей. Чтобы создать RAID нужно попасть в панель управления устройством. Для этого откройте любой браузер и введите в адресную строку IP-адрес хранилища, определить его можно в настройках роутера. В открывшемся окне «Управление NAS» откройте менеджер дисков, вкладка «Discs – Management». Для доступа к разделу нужно ввести логин и пароль администратора, по умолчанию это админ и пароль root. Если вы до этого его меняли, введите свои. Справа вы видите окошко Hard Disk Utility. Выделите диски, из которых вы хотите построить RAID и переместите их в правую часть окна, затем установите отметку активации RAID и выберите подходящий тип из трех доступных – RAID 0, массив с чередованием, RAID 1, зеркало и линейный тип. Линейный RAID – это простая группировка дисков для создания виртуального накопителя большого размера. Далее настройте дополнительные параметры и задайте файловую систему будущего диска, здесь доступна файловая система XFS и FAT32. Указав все параметры нажмите по кнопке «Формат», после чего вы увидите окно предупреждения о том, что все данные на дисках будут удалены, нажмите «Ок» для подтверждения. В результате начнется процесс форматирования накопителей и построения RAID, дождитесь его завершения. По завершении вы видите окно с уведомлением об успешном форматировании. Если вы создаете RAID первого уровня, после форматирования начнется инициализация дисков. Для дальнейшей работы с дисковым массивом дождитесь его окончания. После активации FTP сервера вы сможете заливать данные на диск. Для предотвращения потери важных файлов рекомендуется регулярно создавать их резервную копию. Резервная копия позволит вам вернуть случайно удаленные файлы. Чтобы создать резервную копию в панели управления NAS перейдите в раздел Services – Backup. Справа кликните по кнопке ADD Backup. На следующем шаге выберите папку резервную копию которой нужно сделать. Ниже укажите каталог куда сохранить файлы бэкапа. Здесь нужно настроить расписание резервного копирования. И указать сколько резервных копий следует хранить. Для одной резервной копии нужно установить значение 0. После настройки нажмите ADD. Теперь резервное копирование будет создаваться по установленному расписанию. Для запуска кликните по кнопке GO. По завершении резервная копия будет лежать в указанном месте. Теперь, если вы случайно удалите какой-либо файл, его можно вернуть из папки резервной копии. При отсутствии резервной копии вернуть случайно удаленные файлы вам поможет только программа для восстановления удаленных данных. В том случае, если вы потеряли доступ к данным RAID в случае выхода из строя устройства, неправильной настройки или перестроения RAID, случайно удалили файлы или отформатировали диски, скачайте программу Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID, соберет из дисков разрушенный RAID и вы сможете достать из него информацию. Для начала процесса восстановления извлеките диски сетевого хранилища и подключите напрямую к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. При выходе из строя накопителя в зависимости от уровня RAID вы можете потерять часть данных, которые восстановить не получится. Если вы используете нулевой RAID, при выходе из строя одного диска, часть информации будет потеряна безвозвратно. Дело в том, что данный тип массива ориентированный на производительность методом чередования данных. Это означает, что информация записывается на каждый из дисков частями, что обеспечивает высокую производительность ввода-вывода при низких внутренних затратах, но в свою очередь это не обеспечивает избыточности. При такой ситуации будьте готовы, что вернуть данные полностью не получится. После подключения накопителей и запуска программы она в автоматическом режиме начнет сканирование дисков и построит из них разрушенный RAID. Здесь отображается детальная информация о массиве. Для поиска оставшихся и случайно удаленных файлов кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите открыть. Затем выберите тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Это займет меньше времени и поможет вернуть файлы в большинстве несложных ситуаций. По завершении сканирования перейдите в папку где хранились файлы, которые нужно вернуть. Программа восстанавливает всю структуру файлов и папок, сохраняя все имена и порядок хранения. Содержимое каждого файла можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Здесь можно воспроизвести даже видео. Для экономии времени вы можете воспользоваться поиском файла по его имени. Отметьте все что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Далее укажите место куда сохранить данные, диск, папку. Затем нажмите восстановить и готово. Все файлы которые были отмечены будут лежать в указанной ранее папке. Если программе не удалось найти нужных файлов запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите тип файловой системы. Отметку поиска по содержимому можно снять, это ускорит процесс поиска. Еще один важный момент. При потере доступа к дискам массива не пытайтесь восстановить его работоспособность путем перенастройки, так как данный процесс невозможен без форматирования накопителей. Это может затереть всю оставшуюся информацию на дисках и процесс восстановления будет затруднен или вовсе безуспешным. При любых непонятных ситуациях рекомендуется как можно скорее достать накопителей из устройства и начать процесс восстановления. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok